Итак, передача «Черный доктор» и я ее ведущий Олег Паченко сегодня вам расскажет историю, с которой, в принципе, с последствиями этой истории сталкивается очень много жителей нашей планеты. А что это за история? Это история неравноценного отношения, именно финансового, по отношению к детям, а именно к младшим сыновьям и дочерям и к старшим. Деньги. Сколько погубленных судеб. Но не об этом мы сегодня поговорим. А поговорим сегодня мы о том, как когда-то, тысячелетия назад, два брата, Каин и Авель, кое-что не поделили. При этом пострадал один, но обвинили другого. Помните эту древнюю историю, когда Каин убил Авеля? Мы знаем, что, в принципе, все обвиняют Каина в том, что якобы он очень плохо поступил по отношению к брату, только по одной причине, что якобы ему не понравилось, как Бог отнесся к подаркам, которые преподнес Авель и Каин. Мы обвиняем Каина, но почему мы не лезем в корень причины? Почему все же Каин убил Авеля? Итак, отправляемся за много тысячелетий от этого дня. Семья. Адам, Ева, Каин и Авель. Каин старший сын, Авель младший сын. Авель с утра до вечера сидит где-нибудь на горе, играя на дудочке, пасет овец. А Каин, как дикий волк с утра до вечера в поле, тащит на себе это орало, с утра до вечера, как ненормальный, пашет на то, чтобы прокормить целую семью. Адама, Еву и Авеля. Потому что, в принципе, кроме Каина в этой семье никто не работал. И вот представьте себе, вечером возвращаются два этих парня домой. Их встречает мама и папа. Каину бросают на стол какую-то похлебку, а Авелю хорошую вкусную еду, сытную, нормальную. И за дня в день Каин наблюдает эту ситуацию. Он не знает, как в других семьях. Он не знает не потому, что он никуда не ходит, а не было других семей. Не было откуда брать пример какой-то. И просто-напросто он наблюдает, как он пашет, как волк, как волчара. И приходит домой и кушает какую-то гнилую еду. А Авель, я прошу прощения, ничего не делая, ест, как за упокой. Мы все обвиняем Каина. Мы говорим, это Каин такая тварь, он убил Авеля. Но ты попробовал бы работать с утра до вечера. А за это, ну всего-навсего, просто какую-то похлебочку. Но дело не в этом. И вот теперь представьте себе. Идет как-то вечером угрюмый Каин, прекрасно понимая о том, что сейчас он опять поест чуть-чуть, зная о том, что Авель почему-то поест больше. И вот он идет, идет, смотрит. Авель пасет своих овец. Но мало того, что он их пасет. Этот маленький братик жрет шашлыки, мясо, которое якобы дается в жертву богу. Каин даже вообще мозгами не мог понимать, что можно кушать мясо. И вот он смотрит, растерзанные, ягня. И Авель с шампуром в зубах и с веселым таким взглядом смотрит на Каина. Авель, спросил Каин Авеля, что ты делаешь? Это же пища в жертву богу дается. На что Авель ответил, а может я и есть бог? Каин не выдержал. И сорвался. Каин не знал, что в этой ситуации делать. Потому что эмоции были выше, чем простое, холодное отношение родителей к старшему сыну. Так произошло первое убийство. Разборки о том, кто прав, кто виноват. И объяснять кому-нибудь было. То есть, тогда не было прокуратуры, милиции. То есть, этого не было. Даже когда бог явился искать Авеля и увидел, что Авель убит, обвинять можно было Каина. Но посмотрим глубже, виноват ли Каин. Когда бог спросил Адама, что делать с Каином за его проступок, за его преступление. Адам крикнул, убить! Ну да, конечно, горячность мужчин. Ну, чем бы он тогда отличился от Каина. Ева, мать Каина, заступилась за Каина. Вы скажете, ну как же так? Как можно заступиться за убийцу? Ну, Ева сказала богу. Господь! Ну, как же так? У меня было два сына. Сейчас один. Если сейчас ты у меня заберешь и второго сына, у меня вообще не останется детей. Ты лучше выгони его из сада Эдемского. Ты лучше выгони его с земли этой. Я прошу прощения, с Эдемского сада их уже давно выгнали. Но это другая история. На что бог ответил. Пусть будет по-твоему, Ева. После этого и появилась поговорка. Что хочет женщина, то хочет бог. Но я не об этом. Уважаемые родители, уважаемые мои друзья и знакомые. Если у вас в семье растет двое детей, один из которых старший, а другой младший, относитесь к ним одинаково. Относитесь абсолютно так, как будто различия в возрасте у них нет. И тогда мы не будем искать виновных в том, что произошло. Обвинять кого-либо в этой истории я не буду. Ни Адама, ни Еву за плохое воспитание сыновей. Также я не буду обвинять ни Каина и ни Авеля. Я не буду никого здесь обвинять. Я просто хочу еще раз, чтобы мы все вместе вразумели, что нету различия между старшим и младшим. До встречи! С уважением, я, Черный доктор. ПОДОЛЯЮЩИЩИЙСЯ С АУММОММ… Субтитры создавал DimaTorzok